Всем привет! Добро пожаловать на честный обзор телевизора от компании LG, модель 42LF652V 2015 модельного года. Почему я говорю честный обзор? Потому что большинство обзоров, которые вы можете найти в интернете, в том числе на YouTube, они представлены интернет-магазинами, задача которых что-то вам продать. И они не будут вам, очевидно, рассказывать о определенных недостатках той или иной вещи. В частности, этого телевизора. Итак, давайте посмотрим на саму коробку. Вот так выглядит коробка от нашего телевизора. Если кому-то интересно, обычная коробка. Тут нам обещают натуральные цвета, WBS 2.0, дизайн металлик, 3D, HDMI и 106 см диагональ. Ну и Smart TV тоже, это понятно, написано Smart Plus. Сейчас посмотрим, что идет в комплекте с данным телевизором. Но прежде хочу вам рассказать, во сколько он мне обошелся. Заплатил я за него всего лишь 433 доллара, что очень неплохо. Учитывая его характеристики, это телевизор польской сборки, в то время как в Украину официально поставляются телевизоры российской сборки. И на них цена средняя 625 долларов. 625 и 433, мне кажется, очень существенная разница. Конечно, выбор здесь был очевиден. Единственное различие в этих комплектах поставки, то что в российской сборке идет 4 пары 3D очков, а здесь всего лишь 2 пары. Ну, в принципе, недостаток небольшой. Итак, давайте приступим. Пульт с батарейками, естественно, в комплекте. 3D очки от компании LG, сделанные во Вьетнаме. В принципе, довольно удобные очки. Единственное, что здесь немножко потеет нос. Очень широкие здесь выступы под переносицу. Ну, тряпочка для того, чтобы протирать. К сожалению, не хлопчатая бумажная, а синтетическая. Далее у нас хомут, которым мы можем стянуть все провода сзади телевизора, удобно. Это барашки для крепления на стенного. Ну, поскольку на телевизор стоит на столе, мне они не нужны. И здесь для пакетика было болты и саморезы для сборки подставки и крепления ее к самому корпусу телевизора. Так, тут у нас какие-то номера сервис-центров, наклейки. Здесь вот, интересно, две наклейки на заднюю часть, в пазы, куда вставляется наша подставка. Эти наклейки надо клеить, если вы его крепите не на подставку, а на стену, для того, чтобы сюда не забивалась пыль. Очень интересное решение и внимание к деталям. Возможно, были какие-то прецеденты. Далее у нас руководство пользователя. Телевизор на кучу языков различных, в том числе есть русский язык, напечатано в Польше. Подтверждает происхождение телевизора. Далее, типа, гарантия какая-то. Параметры различных телевизоров от SG, такой вот список. Инструкция тоже по быстрой сборке, тоже она для нескольких моделей телевизоров у нас. Вот, собственно, и все по комплекту поставки. Давайте посмотрим, что же находится у нас на задней панели телевизора. Здесь мы видим три HDMI порта, три USB и PCMCA слот сверху. Далее у нас антенный вход. Также есть приемник T2 в данном телевизоре, правда я им не пользовался, поскольку у меня есть кабельное телевидение. Далее у нас под спутниковую тарелку вход, компонентный вход, аудиовход, SCART, LAN-порт присутствует. Для сетевого подключения я использую Wi-Fi, кстати Wi-Fi модуль в данном телевизоре присутствует. Так вы уже, наверное, догадались. Далее аудиовыход на наушники и также оптический аудиовыход. В принципе, не знаю, кто пользуется оптическими аудиовыходами. У меня у друзей ни у кого нет таких кабелей и мне, собственно, тоже подключать некуда. Тут бы не помешал, кстати, компонентный выход. К сожалению, его нет, приходится использовать выход для наушников. Кстати, косяк с данным вот выходом, он не фиксирует штекер. То есть штекер спокойно туда-сюда ездит. Не знаю, это заводской дефект или дефект просто конструктивный, вот этих вот специфических портов, которые припаиваются прямо на оплату. Кстати, задняя часть телевизора выполнена из металла. Теперь взглянем на сам телевизор уже, как он выглядит, на его внешний вид. В принципе, очень достойный дизайн, классический, простой и нераздражающий. Мне нравится основание его большое, широкое, он очень устойчивый. В модели 650 вот здесь такие маленькие ножки, слева и справа. То есть мне больше нравится эта модель, и хорошо, что она была по такой хорошей цене. Далее смотрим на корпус. Он у нас серого цвета с такими проточками и покрыт лаком также. Здесь находится джойстик, правда, вряд ли я смогу вам его показать. Вот тут прямо кнопка, то есть во все стороны можно двигать, нажимать. В принципе, я один раз только этим пользовался. Я думаю, что при навещании пульта джойстик вам уже не пригодится. Также здесь колонка. Здесь один динамик и здесь второй. Находится. Про звук мы поговорим немного позже, я думаю. И вот еще косяк вам хочу показать. При надавливании вот слева и справа, видите, панель болтается. То есть она плохо закреплена. Не знаю, то ли это недоработка, то ли какой-то брак. То есть слева-справа у нас панель болтается. В то же время сверху-снизу и по углам все держится четко. Рамки у данного телевизора тоже не сильно широкие, не сильно узкие. В принципе, весьма приятные и нераздражающие. Кстати, конкретно этот телевизор был произведен в июне 2016 года. То есть хоть модель старая, но до сих пор выпускается. Сейчас посмотрим, как работает пульт. И рассмотрим основные недостатки и преимущества платформы WebOS 2.0. Посмотрим, сколько времени занимает подготовка телевизора к работе. Кстати, там вот-вот здесь внизу под надписью LG говорит красный стадиодный индикатор в режиме ожидания. Эту функцию можно также выключить в меню, если это кому-то очень важно. Итак, включаем. Нажали на кнопку включения. В принципе, все быстро запустилось, но смарт-меню еще будет недоступно. Надо немножко подождать. То есть общее время где-то порядка 10-12 секунд до готовности. Пока еще недоступно. Может быть 15. Вот, теперь уже все, в принципе, загрузилось. Что хочу сказать по данному телевизору. При первом запуске у вас есть возможность настроить полностью каналы, создать профиль и так далее. Вам предоставляются очень понятные инструкции на экране. Ну, в том числе, можно то, что вам не нравится пропустить и потом настроить вручную в меню. Но это для простоты использования. Давайте запустим наше смарт-меню. Вот этой кнопкой оно запускается, основной домик с вкладками вместе. В принципе, ее расположение, ну, когда уже привыкнешь, удобно. Но первый день я где-то 20 непроизвольных нажатий, когда работал джойстиком и лазил по настройкам, настраивал, то 20 раз я случайно на нее нажал. Не знаю. Такая вот фишка. В общем, вот эти вот кнопки большинство. Вот эти кнопки, цифровой блок тоже. В основном я их, естественно, не использую, эти кнопки. И проблема в том, что вроде бы кнопок много, но простых функций, например, Sleep для таймера автовыключения, который есть на любом пульте. Быстрый доступ к профилям звука, экрана. То есть здесь нет быстрых кнопок. И нельзя их настроить внутри самого WebOS. Я не знаю, почему это не было сделано. Это очень неудобно, поскольку такие функции есть, в принципе, на всех даже самых простых телевизорах. Ну и были, по крайней мере, я точно. Даже от компании LG. Здесь, к сожалению, про это абсолютно забыли. То есть мы имеем кучу кнопок, а пользы, я бы сказал, не очень много. Вот такие вот претензии основные к пульту. В принципе-то он удобный, но нужны у вас кнопки не под рукой. То есть если нам надо зайти в настройки, а приходится заходить туда часто, нам надо здесь нажимать кнопку, либо заходить в это меню WebOS и тут вверху тоже выбирать эту кнопку настройки. То есть надо несколько действий. И тут, например, профиль экрана вы хотите поменять. То есть он надо было зайти аж до сюда, дойти и здесь уже поменять профиль. Нет, чтобы это одной кнопкой раз-раз-раз, и оно бы перебирало вот эти вот профили. То есть это большой недостаток. Ну здесь простые все настройки. Тоже есть таймер сна. Формат экрана. Кстати, он тоже не всегда корректно работает. То есть у меня все время в 16 на 9 экран настроен. Так, вообще по экрану что хочу сказать. Это, как вы поняли, Full HD, монитор, IPS-матрица, LED-подсветка, 3D. То есть здесь частота стоили 120 Гц. Также здесь установлен процессор Cortex-A9, двухъядерный, полтора гигабайта оперативной памяти. Также есть видеоускоритель где-то на 260 МГц. Ну суперточной информации нету, потому что на разных сайтах LG, локальных или региональных, можно так сказать, разная немножко информация, то есть полнота информации. Но приблизительно есть вот такие вот данные по данному телевизору. Так, посмотрим, с чего же состоит у нас наш WebOS. Вот это у нас основное меню. Здесь вот предустановленные программы находятся. Как я понимаю, они зависят от вашего региона, который вы выбираете в настройках или при первом запуске телевизора. Справа у нас находится список всех установленных и возможных приложений. В принципе, здесь их можно легко удалять. Вот выбирать кнопочку «Вверх». Еще раз, и можно, в принципе, удалить приложение в несколько щелчков, что очень удобно. Слева у нас находятся открытые приложения, которые вы открывали последние. Также, как вы заметили при старте, у нас сразу включилась телетрансляция, то есть источник по умолчанию с антенны включается, сигнала. Все равно, на чем вы остановили свой просмотр, все равно включается антенна. Также часто присутствуют проблемы с тем, что Wi-Fi автоматически не подключается. То есть, сеть есть, но даже когда мы открываем какое-то приложение, например, SmartShare по сети, либо браузер, либо YouTube, неважно, пишет, что ошибка DNS, то есть нет подключения. Приходится заходить опять в настройки и включать вручную Wi-Fi. При этом одной кнопкой этого сделать вообще никак нельзя. Это тоже серьезная очень недоработка. При том, что это уже тут какое-то обновление есть, этой самой WebOS, но, тем не менее, это не исправлено. Так, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть приложения. В принципе, приложения в LG Store, где он тут у нас находится, LG Content Store, их не очень много, в принципе. Сейчас вам покажу. Вот мы видим список всех приложений, ну, более популярных. Здесь можно выбрать, тоже сделать поиск. Примерно так же, как и в Android, но здесь в целом не так много всего, поскольку Android весьма популярная платформа, и там уже существует очень много приложений, и большинство из них доступно на телевизорах с поддержкой Android TV. Здесь же своя система, и разработчиков надо каким-то образом заинтересовывать в том, чтобы они писали приложения. Ну, естественно, самое основное, что нам нужно, это приложения для просмотра IPTV. И самые популярные IPTV-сервисы, такие как AllTV и DivanTV, здесь доступны. И вы можете за небольшие, как бы, деньги получить нормальные каналы и пристойного цифрового качества, причем вам не надо тянуть проводов, IPTV очень хорошая вещь и очень удобная. Здесь присутствует только несколько бесплатных каналов, конечно же. Что хорошего в AllTV, можно выбрать свой какой-то перечень каналов по интересам. Сейчас, например, 4 канала футбол у нас будет 39 гривен в месяц, есть каналы познавательные, как бы, спортивные и так далее. То есть, вы можете легко это тоже все сделать. Прежде чем рассмотрим приложение, давайте зайдем просто в настройки, посмотрим, что же здесь есть. Вообще, хочу сказать, что этот VPS, в принципе, иногда работает неплохо по скорости, но иногда он притормаживает. Конечно, ощутимо, особенно если у вас несколько приложений открыто, и вы заходите в настройки, как бы, отзыв не очень быстрый. Видите, как медленно у нас открываются пункты меню. Задержка несколько секунд, что не очень, конечно, тоже хорошо. То есть, есть люди, которые пишут, что это супер все летает, это неправда. Про VPS, настройки звука. Как вы видите, да, по звуку. Сейчас у нас выбраны проводные наушники. Встроенный звук здесь очень примитивный, и басов абсолютно, в принципе, здесь нет. Здесь простые колонки, ну, можно слушать, но если вы хотите получить удовольствие от фильмов, от просмотра клипов, вам обязательно нужно подключить или внешнюю акустическую систему, или какой-то старый, вот как в моем случае, музыкальный центр просто. Чем хороший вот этот режим, именно аудиовыход, проводные наушники, здесь есть много вариантов, как вы видите, но этот режим самый лучший, поскольку вы сможете регулировать громкость непосредственно с телевизора, и вам не нужен будет второй пульт, например, от музыкального центра, чтобы регулировать громкость, или от внешней акустики. То есть, это очень удобно. Это единственный вариант, когда вы можете с этого пульта регулировать громкость на внешний источник. Так, случайно закрыл. То есть, как вы видите, тоже быстрые кнопки, чтобы попасть сразу в меню настроек, тоже нет. Закрыли случайно, опять нажимаете, раз, два, надо делать пару операций, что совсем неудобно, абсолютно. Так, посмотрим сеть. Какие у нас здесь есть настроечки. По сети Ethernet, Wi-Fi сейчас у нас подключен, Wi-Fi Direct есть. Так, общие местоположения можно тоже здесь выбрать. Средние о телевизоре, посмотрим, это важный момент. Версия ПО 040501, по-моему, это самая последняя версия на данный момент. Новее вроде бы нету. Автоматическое обновление я традиционно выключаю. В принципе, здесь все. Правда, я еще не пробовал, как добавлять новые каналы, насколько хорошо работает. Я думаю, тут тоже есть несколько недостатков, каких-то нюансов. С этим моментом я еще не игрался. Настройки экрана. Здесь у нас присутствуют разные настройки. Настройки 3D, но сейчас оно выключено. Экономия энергии, Dual Play и так далее. Нам интереснее всего здесь профили изображения. Здесь есть, помню, сколько здесь, 8 профилей. Но самое интересное, что эти профили отличаются для различных режимов работы. То есть, профили в режиме просмотра ТВ-передач не совпадают с профилями, например, в режиме просмотра фильмов или IPTV. Поэтому надо для каждого вида работы, так сказать, настраивать заново профиль. Это я выяснил, конечно, на практике. Переходим к обзору приложений. Так, запустим, например, SmartShare. SmartShare это приложение, которое позволяет вам смотреть фильмы и фото с вашего компьютера. Сейчас у меня просто здесь запущен режим просмотра фотографий. В данный момент это не фотографии даже, а просто картинки, с помощью которых мы сейчас проверим неравномерность подсветки. Хотя, немножко тяжело ее заметить здесь. Сейчас найдем какой-то более сероватый фон. Ну, камера не очень, наверное, хорошо передает. Тут еще какое-то мерцание видно. Но, в общем, вот здесь такие несколько вертикальных, можно сказать, оттененных полосок. И больше всего это раздражает, и заметно это все в движении. Например, когда есть однотонный какой-то фон, и камера вот так у вас двигается. То есть, это может быть футбол, как я говорил, какие-то спортивные соревнования. И вот эта вот подсветка, как бы она как грязь, остается у вас на экране. То есть, ну, это недостаток, с которым, конечно, приходится мириться. В принципе, это на всех телевизорах присутствует в той или иной мере. То есть, LED-подсветка, это не так, на самом деле, круто, наверное, как кажется. Но, зато энергопотребление низкое. Так, возвращаемся наверх. И сейчас попробуем запустить какое-либо видео еще с моего компьютера. То есть, вам не нужна флешка, достаточно какого-либо компьютера, приложения. И можно спокойно смотреть видеофайлы. Лучше по папкам. Так, ну вот, запускаем. Начать сначала. Как вы видите, видео запускается, ну, не с реактивной скоростью, конечно, есть задержка, что не очень хорошо, мне кажется. Но, в принципе, с другой стороны, это телевизор. И что с него взять? Сейчас это я попробую перематывать. Перемотка тоже не совсем интуитивная, не совсем приятная. Вы видите, сколько занимает времени. Это одинарные нажатия, просто на пульт вправо. А если подержать чуть, ничего не происходит. То есть, оно раз, кликает, и все. Надо все время так нажимать. Не самое удобное приложение для просмотра. То есть, если я хочу, например, здесь перемотать, то надо использовать, конечно, мышку или что-либо подобное. Кстати, мышку можно тоже подключить к данному телевизору без особенных проблем. Плеер достаточно всеяден, но единственное, что не стоит ему пытаться скормить файлы каких-то гигантских разрешений больше, чем Full HD. Также у нас есть поддержка 3D. Сейчас мы запустим что-нибудь. 3D, в принципе, определяется автоматически. То есть, вам даже на пульте не надо нажимать кнопку 3D обычно. Вот сейчас обнаружен 3D сигнал, видите, и все отлично работает. Вообще, функция 3D, это как бы нечасто такая функция для практического использования, но очень приятно иногда посмотреть какие-то документальные фильмы, либо какие-то блокбастеры, которые не имеют какой-то серьезной идеи. Вот как Transformers я сейчас просматриваю. Серьезной идеи нет, но зато выглядят прикольно, и в 3D смотреть гораздо веселее. Это тоже большой очень плюс данного телевизора. Так, посмотрим, что у нас здесь еще есть. Веб-браузер. Ну, давайте посмотрим, как выглядит браузер. Как вы видите, профиль по яркости было видно, что меняется все-таки автоматически, когда вы заходите в разные приложения. Конечно, с пульта не очень удобно использовать. Для этого у нас есть тоже бесплатное приложение в Android магазине, которое мы можем установить. Это LG TV+. Есть много, кстати, приложений не оригинальных. Сейчас оно подключится. Много не оригинальных приложений, которые, похоже, называются, но вы ищите именно от LG приложения. Хотя, может, не оригинальные, чем-то, в принципе, лучше. Как вы видите, здесь есть настройки нашего пульта все. Вот сенсорная панель, и мы здесь управляем курсором мышки без проблем, как вы видите. Можно отдельно купить пульт Magic Remote, но в этом, мне кажется, нет смысла. Можно лучше телефоном пользоваться. Все равно здесь удобство, как бы... У меня больше претензий к интерфейсу LG, чем конкретно вот к тому, что мышки нету. Это не проблема вообще. Так, что-нибудь запустим. Что-нибудь здесь есть? Яндекс открыт. Браузер тоже не суперскоростной. В принципе, можно с сайта XUA тоже спокойно смотреть фильмы. Кто любит такие варианты? Ну, я предпочитаю сначала скачать, а потом уже смотреть по SmartShare. Ну, вы видите, браузер работает, здесь никаких проблем нету. Также можем запустить... Здесь есть все приложения. Прямо с телефона можно спокойно управлять. Без проблем. Так, чтобы нам запустить, что мы еще не смотрели. Вот приложение Бонус ТВ запустим. Видите, все прекрасно работает. Ну, кое-где удобнее все-таки использовать даже пульт. Здесь не работает прокрутка. Не все так идеально. Ну, здесь какие-то российские каналы, как я понимаю. Для меня полезен здесь Матч ТВ. Канал спортивный, поскольку здесь, по-моему, показывают Формулу-1, и можно будет смотреть. То есть, ну, естественно, бесплатные сервисы не обеспечивают стабильного подключения. Бывает лагает, это само собой. То есть, в принципе, можно недорого и купить в IPTV в сервисах и спокойно ослаждаться телевидением. Попробуем запустить еще кое-что с нашего смартфона. Нажимаем содержимое. Здесь можно смотреть фото, либо видео, либо проигрывать музыку. Так, давайте нажмем на видео и посмотрим, как оно отображается. Видео запустилось, в принципе, нормально. Но вот в предыдущий раз я пытался запустить, были какие-то лаги, то есть оно не хотело открываться. Здесь тоже какие-то есть определенные недоработки. Ну, давайте пробуем перемотать. Перемотка работает. И, конечно, с телефона удобно смотреть, но... Опять же-таки, все не идеально. Так, окей. Попробуем еще одну интересную функцию. Скриншер. То есть, изображение у нас выведем с нашего смартфона непосредственно на телевизор. Так. Менеджер подключения. Вот у нас есть скриншер. Нажимаем. Мобильное устройство. Да, окей. Так, заходим на наш смартфон и включаем скрин-мирроринг. Вот включен режим скрин-мирроринг, и мы фактически видим то, что у нас находится на смартфоне, что весьма неплохо для презентации. Еще чего-нибудь подобного может пригодиться, в принципе. Скорость не сильно большая. В принципе, передача данных я имею в виду. Если брать какие-то динамичные игры, конечно, будут глюки. Но если использовать, например, SNES-эмулятор такой вот, то можно спокойно играть. Как вы видите, видите, на весь экран фактически можно играть и подключить. Если джойстик какой-нибудь, то все будет отлично просто. Вот мы играем в Марио без особых проблем. Можно включить и звук, в принципе, раз такое дело. Звук чуть тиховатый, но нормально. С телефона не по кайфу вообще, конечно, играть без настоящего джойстика. Ну, как вы поняли, хорошие очень здесь возможности есть в этом плане. Можно превратить ваш телевизор с помощью телефона в игровую приставку. Очень классная фишка, на самом деле. Следующий пункт у нас это просмотр YouTube. Сейчас запустим. Он у меня уже здесь, судя по всему, открыт. Выбило какую-то рекламу. Запустим какое-то нормальное видео, контрастное. Блин, от рекламы просто никуда. Ну, наконец-то запустилось видео. Выглядит вблизи, может быть, не супер круто, если так подходить близко к монитору прямо. Ну, поскольку его надо смотреть с трех метров, то на расстоянии трех метров все выглядит просто супер четко и супер идеально. Особенно хорошо такого плана клипы смотреть разные, сочными, разными цветами. Очень круто смотрится. Так, что еще показать из полезных приложений? Так, сейчас поищем, 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 поищем. Где-то у нас тут есть еще Мегаго. Это у нас сервис. В принципе, он платный, но в нем есть много бесплатных фильмов, которые можете спокойно посмотреть. Видите, Movies Free. Не знаю, почему он у меня на английском, честно говоря. Так, Movies. Есть как советские какие-то фильмы, так и известные фильмы, раскрученные, западные, но которые не принесли много денег. Скажем честно. Так, запустим наши шота посмотреть. Думаю, за это не забанят. Тут, к сожалению, есть тоже реклама, которую мы можем пропустить. Также замечательный бесплатный сервис, который вы можете спокойно воспользоваться и провести время. Если по телевизору нет ничего интересного для вас, можно посмотреть какое-то кино совершенно бесплатно. Еще одно полезное приложение, но, скорее всего, оно только для Украины. IP.NET. Это от какого-то провайдера. Smart TV со стандартным набором каналов с обычным абсолютно. Ну, здесь удобно, что есть телепрограмма. Все, то есть, ну, это полноценная Smart TV. Здесь HD каналов нету, но все каналы в цифровом качестве. Из таких есть Дождь и Спорт. Это, по-моему, российские каналы. И Nickelodeon есть. То есть, вот такой вот. Ну, и стандартные все украинские каналы. Наш стандартный набор, в общем. То есть, проблем никаких нет с этим. И оно не лагает. Кстати, работает весьма стабильно. И качество очень достойное. Несмотря на то, что это не HD, но вполне хватает. Сегодняшний обзор наш подошел к концу. Что я могу сказать по этому телевизору? Однозначный вердикт тяжело сделать, поскольку надо попробовать его конкурентов. Компанию Samsung и компанию Philips. Я считаю, это две тоже серьезные компании на рынке, с которыми стоит сравнивать данный телевизор. Но у них какие-то, по-моему, у Philips Android TV, у Samsung что-то свое. Я точно не помню, не буду врать, конечно. Надо попользоваться, и тогда будет видно. Потому что так наугад, или судя по каким-то в интернете обзорам, толком не понятно. Вот я этот телевизор взял, в принципе, я с первых уже, в первый час было понятно, что с ним и как. В принципе, к многим недостаткам я был, честно говоря, готов. Что будет неравненность подсветки, еще какие-то могут быть приколы. Я на это рассчитывал. И, честно говоря, не знаю, можно ли за 433 доллара найти ему конкурента какого-то. Есть ли Samsung или Philips с подобными функциями, то есть 3D, Wi-Fi, Smart TV, все дела, короче, за такие деньги. Думаю, что это будет весьма сложно. Ну, одним из самых, самый заметный минус, конечно, это неравномерность подсветки. Хотя вы ее видите, в принципе, ну, может быть, 5% эфирного времени, или, может, даже меньше. Ну, правда, если вы смотрите футбол регулярно, то надо поаккуратнее смотреть на этот телевизор, где-то его все-таки протестировать, принести с собой какой-то видеофайл в магазин, если вы в магазине покупаете, и посмотреть, подойдет ли это вам, не будет ли это вас раздражать. Ну, также пульт не очень удобный. Да, это тоже, пожалуй, из существенных минусов. А так, в целом, в принципе, учитывая цену данного телевизора, конечно, говорить о его минусах, ну, мне лично сложно. То есть, меня все устраивает. Надеюсь, что он будет работать долго и успешно. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите, спрашивайте. Я обязательно отвечу. Надеюсь, это видео было полезным. До новых встреч.